Итак, напоминаю тема нашего мастер-класса. Это я для себя напоминаю. Успешные правила знакомства и развития семейных отношений. Успешные правила знакомства и развития семейных отношений. Итак, мы сказали, для того, чтобы начать новые отношения, нужно сначала избавиться от прошлого. Верно? Называется? Избавиться от прошлого. Записан в себя. самая первая избавиться от прошлого нет больше прошлого нет шансов мне найти чистым в новое отношение я вынесите и коряков очень горит старые проблемы напоминалки все те некоря которые срабатывают те сия коряков срабатывали у нас прошлом пошел в гараж я знаю чем раз заканчивается без того быть очень важными если мы не очистимся от этих старых парадигм старых негативных установок они будут срабатывать это каждый из триггер да какие-то ключевые слова которые нас нас проявляют соответственно наша сдача прошлое прошлом нужно расстаться расстаться но не насильно типа я запихала куда-то вот а подальше нам нужно его принять поблагодарить взять оттуда опыт и строить новые отношения с чистого листа отзыватели с чистого листа насколько важно то есть give yourself a chance дай шанс своим партнерам дай шанс себе заново все построить не нужно привязывать старые к не нужны старые старые проблемы тянуть на новые отношения если муж задержался гривен гараж идет он идет в гараж нужно быть в этом время это не сразу подозреваешь а в гараж я знаю куя рожь а ну иди вместе машку искать ду за гараж чувствуется насколько это большая проблема когда мы живем со шаблоном а смотрите вот еще то он только начал пирога сказал а вы уже так себя ведете откуда это идет прошло опыт из автоколлекция ну то есть у человека есть паттерн прошлого да есть это паттерн прошлого прошлый опыт который поэтому друзья очень важно да мы говорим что паттерн опыт прошла негатива прежде всего негатива не переносим новые отношения очень важно мы даем новым отношением шанс с нуля договоритесь так и вот тут нужно здесь поговорить чистосердечно да как давай уже быть искренне не очень важно быть искренне давай начнем все сначала вот у меня были косяки у тебя были косяки я знаю у меня были косяки давай дадим сейчас себе слово что мы начнем все снова с чистого листа и мы не будем никого ругать мы не будем ругать друг друга за то что мы что-то сделано так я вчера поговорил первый раз для себя такое применение как научиться как научиться быть честным в отношениях и не бояться говорить что тут это дело что-то не так как у нас было да ну скажите кого-то договориться о том что в отношениях боль партнера это твоя боль радость партнера это тоже твоя радость не быть открытым в своих что бы ни происходило знать что у тебя не осудят что не будет обиды быть частными как самим собой и как мы к этому можем прийти какой-то дали к этому суток к этому ощущению того что действительно твоя боль это моя боль и мы две руки одного тела как это прочувствовать чтобы дошло до глубины сердца даже слушать до сердца помогать партнеру решать его сквета и просить помощи в решении своих сквета быть помощником то есть смотрите что важный документ которые не как-то помогает в наших отношениях понимая то что твоя боль это моя боль моя боль это моя боль это будет это от ума не просто не идет здесь нужно это прочувствовать сейчас я могу называю для ума но вы должны это прочувствовать то есть когда мы строим отношения чего же с чистого дистана мы начинаем даже не я бы договориться что твоя боль это моя моя боль и твоя боль мы едины мы единое целое если что-то болит у тебя что-то у тебя не так то это значит у меня будет тоже не так мы в две руки одного тела тело болит неважно левая или правая рука поэтому и я как хозяин этого тела заботиться то я это мой единый себя заботимся о том друг о друге что твоя боль это моя помощь я что-то болит я тоже об этом заботюсь не может быть что ты тебя болит от меня не будет болеть тело одно когда мы подходим к такому вопросу что твоя боль это моя боль а моя боль это твоя боль ты принимаешь как свою боль в этом случае я не смотрю на боль партнера на то что он сделал что-то не так как что-то чужое и я не буду на него кричать я не буду дрессировать я не буду то и что ты все уходи ты не мой я тебя больше не знаю потому что мы единое целое и вместо того чтобы ругаться осуждать я смотрю как я могу помочь этому как могу помочь свою партнеру и знаете такой боли даже на бой ну вы тело у вас заболела левая рука или такая правая рука сейчас буду бить твою левую руку и буду тебя бить зараза ты что ты болеешь что ты тут это так а у тебя палец и скрыли прочувствовать это нужно прочувствовать это прочувствовать все из вас примут это ничего страшного возможности нужно быть просто к этому готовы твоя боль это моя боль это очень откровенно должно быть еще вот хочу все таки поделиться со своими последствиями у меня был такой момент что мне легко почувствовать чужую боль это же проблема для меня это сразу мои проблемы чужая радость это моя вся ценность я достала твою боль и твою радость вот и должен все таки быть в паре и в баланс то есть если партнер для него там и боли и радости там и и он сконцентрируется на себе это важно я хочу сейчас вот и важный момент такой что вы прочувствовали это очень это будет очень очень важно осознание себя прочувствуете и так смотрите мы говорим о том что мы строим отношения мы строим отношения с нуля вот самый чистый лист мы только начинаем или мы договорились что у нас были какие-то проблемы до этого мы сейчас и вы давали сегодня начнем с чистого места все что было до этого прощает долги это не освещает украина давайте все с чистого листа и мы говорим так что вот мы чувствуем что мы единая цена твоя боль это моя боль моя боль это твоя боль это даже почувствовать прошу вас не причуду сейчас говорю то что я ощущаю вы просто можете поработать более глубоко в моем понимании это очень фундаментальное отношение как фундаментальное понимание от нового отношения в семейном паре а именно что ты и я мы едины ты и я мы едины мы две руки одного тела заболит правая рука или левое тело со мной болит мы единое целое если тебя что-то заболело это значит болит у меня если ну что давайте представим так болит левая рука или правая рука или головой заболела больно правой руке нет заболела левая рука или правая боль на голове да ладно так механический голов заболела наступили на левую руку голове боль правую руку наступили болит голове я единое целое а я голова да мы голова вот и представьте класс наступили на левую руку что будете делать будешь шугать левую руку голову всегда болит то будет правая рука наступили тоже болит что делать это моя единая боль правая левая рука это единое состояние если заболела левым я заботиться не чтобы на крестного болеть и что я делаю в этом случае погрем об искренности отношения когда партнер говорит ой он не боится переход не боится никакого судей никого наказания на спекту вот это первое правило никто не осуждает набегали то что что будет я не было по что ты плохого не сделал что ты плохого не подумал лучше начать смысл мы друг друга не осуждаем мы ищем как мы можем помочь друг другу избавиться от этого не долго не осуждение а помощь мое тело моя рука чуть-чуть и заболела не болей по ваш или ходи больная лапа объекта вы ходи ты такая сика иди болей а я туда капра на работе прочувствовать это состояние мы два человечка может жена у кого-то из нас их проблемы я принимаю его проблему как и свою проблему я его не осуждаю а я эту энергию осуждения круга не слабкие драмки и все прочее я понимаю как повод для того чтобы проработать над этим я вижу что в моем теле одна рука заболела и от того чтобы ругать я смотрю как я могу ей помочь я второй рукой беру и наношу лекарство а теперь понимаю что я там сам помогу ей быстрее и мы здесь ни в коем случае не осуждает не обижаемся потому что это моё единое это высший уровень доверия друг другу прочитайте, ребята, кстати, в ситуации что вот у вас такие отношения ну я понимаю, это офигительно, для меня это пришло откровение я уверен, что многие из вас это и так уже давно знают, особенно женщины у меня пришло, вот я вот так проговариваю с вами, чтобы еще лучше его понять что вот мы строим отношения, даже если вы уже в отношениях были всякие там договорки так говорится, давай вот, скажем так, с 8 марта какой-то годы еще на реку и сегодня начнем вот с нуля все все, что было до этого, все аннулируется да? начинаем все с нуля, твои кредиты доверия и вот, кстати, такое отношение твоя боль, это моя боль моя боль, это твоя боль моя радость, это твоя радость твоя радость, это моя радость это наше общее это наше общее самое важное, как здесь нужно понять, что у нас это все общее не твое мое, ты плохая, я хорошая единое, мы две руки одного тела правая рука болит, тело все равно болит левая рука тоже голова болит сколько это прекрасное отношение вот к своему партнеру ты заботишься немного о самом себе ты его не осуждаешь ты всегда, есть проблема, ты же, как я могу помочь тебе? как помочь? голова думает, как помочь тебе в руке, чтобы она не болела? чтоб тело было здорово если осуждение, о, как ты смогла заболеть, поймала, что ты забрала где-то, не болей я же правая рука вишня болею, а ты болеешь, нехорошо ты изгой, где от меня левая рука? я уже без себя ты болей себя я буду с одной рукой пока только сейчас не сбивайте меня с этой рукой а ты на этот же вопрос а если например вот мягко озвучивает партнеру вот что вот это позиция именно так озвучивает причем не претензия я установок это я вот я для меня это важно а он не реагирует вот морозится и вообще это, ну сейчас не об этом мы сейчас не вопрос ответы мы сейчас говорим о понимании как мы, как мы должны строить я себе задаю задание а что я могу сделать для того, что моя жизнь изменилась? не партнер, а я а если я это уже сделала? значит делать достаточно ну смотри ну может ну это эгоист понимаете куда мы зайдем? если я буду ждать, что ты что-то будешь делать и не то что я хочу то есть я бы всегда смотреть а что ж ты не сделал? это не очень удобная традиция если я мы не можем понять другого человека ну это моя проблема может не соглашаться? я так думаю что иначе я понимаю что так что мы можем понять только себя так или нет? проще всего себя могу понять порой себя не может поменять блин чужого человека попробовать манять делай так я говорю у него другая парадигма у него другой видение мы на одной и той же деле посмотрим с разных сторон даже с одной стороны по разному видим разные рецепты разный опыт все другое как я могу другого человека понимать? поменять только свою стимуляцию только и задать ему условия чтобы он хотел это сделать так? позывая желание но не говоря ему обвиняя его и ожидая от него когда ты ожидаешь от зачарования ничего не ожидаем от того прекрасно будет то кому приказывает что чем меньше мы ожидаем тем меньше зачарования верно? попробуйте пожить какое-то время настроить такое что я ничего ни от кого не ожидаю офигительно вопрос тут просто сегодня я блин никого ничего хорошего не ожидать но я готов если что-то не так то я готов и когда тебе хоть что-то хорошенькое упадет ты такой аааа слушай праздник бинго I night today my happy day my best day today но когда я ожидаю что что-то мне кто-то что-то должен кто-то что-то обязан а он у него не сходится а не дают идешь что-то покупаешь а там понимаешь ожидаешь пирог с печеньем с сыром а тебе дали там его с изюмом не знаю что угодно когда разочарования идут тем меньше ожидания тем меньше меньше разочарования это самая классная позиция это не значит что мы должны развиваться да? мы должны развиваться но в том что мы сами создаем условия которые позволяют нам продвигаться но не ожидаем ничего того надейся на лучше но быть готов в общем готов я не знаю будет так будет хорошо замечательно это высшее состояние это высокое состояние принятия когда я понимаю все что происходит цель будет я могу сказать что мне ничто не отражает ни хорошее ни плохое это высшее состояние ему хорошо идти ему хорошо двигаться поставить себя за цель ничего страшного если мы не делаем сегодня но не с целью высокой которую я иду окей и так мы говорим о том состоянии что вот очень хорошая фундамент мне кажется для того чтобы были хорошие отношения о том что я принимаю значит отношения к людям да? то что я принимаю твою боль как и свою боль моя боль твоя боль твоя боль это моя боль мы единое целое и мы ничего друг от друга не прячем мы ничего не скрываем мы договорились что что бы ты ни сделал что бы ты ни сделала мы говорим друг другу для чего? потому что ты знаешь тебя судать никто не будет мы подходим к вопросу как решить эту ситуацию верно? ну и рука обжегся ты же не будешь ее бить правой а как ее вылечить? верно? классно? вот такую философию просто я говорю у тебя есть проблема это блин ребят это настолько 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 открытые отношения ты не боишься сказать что ты что-то сделала не так ты знаешь тебя за это не будут ругать и мы договориться мы не будем ругать и друга не обижаться что бы ты ни сделал не стесняйся скажи тебе не нужно бояться моя задача помочь тебе даже твоя задача помочь мне когда мне будет плохо мы единое целое на две руки одного тела насколько серьезно простое отношение насколько она меняет наши отношения прочесывайте прочесывайте если вы установите такие правила со своим партнером вот давай так далее завтра завтра так что мы больше друг от друга ничего не скрываем я говорю свою боль ты говоришь мне свою боль и я отношусь к тебе твоей проблеме к своей проблеме оно так и должно быть и не отношусь к этой проблеме с точки зрения как я ее решить я не осуждением а так решить ну что толку что я буду осуждать это типо ну прыщик выскочил я бы разомаловил не вижу прыщик ну прыщик а ну уходи сказал если к этой причине так не очень и позаботиться с этим стоит чтобы больше не было и только в обоюдном общении мы можем с этой ситуацией создать верно читатель по пути с этим это серьезная философия ее нужно прочитывать она так по туману не приходит вот мне вот это вот пришло я очень-очень часто в этом состоянии так я вижу что мы совсем мало успели сегодня мы видим важную тема которая у нас была ну а давайте я вам сейчас скажу схематично быстро да а вы уже потом дома проработать или на следующих мастер-классах уже не будет у меня с этажей но если кто поедет на фестиваль в видеокастамер-тест или пишите в контактах в телеграмм наш канал ведодом телеграмм ведодом boys буду рада поэтому на канал телеграмм ведодом нам все эти темы выплатываются ну и youtube канал ведодом дальше буду рада ответить вам на эти вопросы давайте посмотрим значит мы говорим о том как правильно извиняюсь не извиняюсь про такую ситуацию да у меня сегодня был очень необычный день когда мы проработали на пирсе мы работали с палками мы работали с энергией медитациями и у меня начало теряться ощущение реальности с сном сон реальность то есть я в таком был состоянии я до сих пор забываю какая тема я в шоке от себя я почитал каждый раз мне казалось что каждый раз она читает она тоже это новая тема это новая тема я не могу вспомнить тему я не могу вспомнить тему я не могу вспомнить который мне нужно рассказывать который я сказал уже сто один раз я не могу понять о чем мне говорить надо я вот сейчас сижу с вами сейчас немножко уже разогрелся но до этого я у меня провал начинайте говорить а я не буду о чем на вещи просто говорить в шоке хорошо итак мы говорим успешное правило знакомства и отношения правда вот это важный момент вот этот момент который я вам сказал если вы его сегодня хотя бы это вынесите скромная маленькая штучка я думаю если вот это вот вы принесете это будет вообще бенга это будет бомба для меня это очень у меня это очень сердце мое растаяло когда я подумал об этом но мне пришло в откровение как построить вот такие искренние отношения с партнером искренние отношения как это важно и вы можете читать в любой момент жизни да моменты просто так говорить знаете как спицы долги да в стране спицы долги да давайте говорим сегодня мы сейчас очень очень благодаря вас на ваши вопросы поддержку очень сейчас доведу до конца но в конце скажем как страна как страна как странам блажникам да стрессы какие-то и вот можно договориться любой момент в вашей жизни когда вы готовы к этому договориться что от сегодняшнего дня это вскоре раскосения мы говорим мы никого не осуждаем мы не боимся сказать то что у нас есть все что было уже все списали нету вот нету все не вспоминаю окей кто прошлое помнит там учетом главного датила этого снова все что у тебя есть ты говоришь я понимаю это не осуждая я буду думать там как мне это вопрос решить я понимаю твою боль это моя боль мы единый организм и семья но мы должны с очень важным условием должны относиться к что наше отношение это семья мы вместе на все оставшую жизнь окей хорошо даже может не на все оставшую жизнь пускай какой-то период окей окей я только на год на два давай на год вот только год или полгода давай только месяц мы будем говорить искренне мы будем ничего не скрывать ничего не скрывать все что твое это мое все что мое это твое я отношусь к твоим проблемам к своим проблемам мы ничего не скрываем мы обсуждаем все как решить эти вопросы насколько это мое понимание дает ощущение того что я забочусь я глубоко вникаю в суть проблем моего партнера к кому отвлекается поднимите под один четверт это надо прочувствовать не от ума если у нас есть прочувствовать вместе вдвоем когда мы вдвоем так садимся если вам стыкнулся с человеком можете вот это вот ощущения сейчас совершенно другие другой уровень отношений восприятий реакция другая сейчас совершенно по-новому смотришь на партнера еще чего в это сделать ну вот когда мы прожили когда мы ушли в эти ощущения да вот о чем мы говорили когда мы ушли в глубину в понимание это совершенно по-другому начинаешь смотреть на себя даже а как вы прочувствовали ощущения вот в практике которую мы вчера с вами думали да мы проговариваем что мы одно целое что мы один и если вы не против что кто-то хочет кстати чем больше вы проделите своим ощущениям осознанно тем больше вас будет глубже понимать это ребята если кто-то хочет прочувствовать состояние как строить давительные отношения на чем говорит да вот прекрасная пара которая строит начал новые отношения по-новому строить отношения на новом уровне пиши это ты понимаешь свою боль не выплатит свою боль не так иначе все совершенно другое другое отношение к партнеру как я могу помочь своей левой руке правой боли тело болит левая рука или правой тело болит как я могу позаботиться чтобы бить левую руку потому что она занозу получила потому что такие помолочи и когда такие делительные отношения друг к другу все просто решаются мы единая команда мы подобраны судьбой не просто так все семейные союзы даже официально не оформленные они создаются судьбой божественно весь выбор да но это заранее заготовленные партнеры тренажеры испытатели которые нам помогают стать лучше и нас благодарность и благодарю то что не указывает нам на театр это нужно поработать но благодарим просто мы же здесь пришли что учиться учиться для этого и у нас осталась война окей 1 итак головы значит мы говорим нам нужно закрыть прошлые отношения что такое закрыть это значит не забыть это значит то что я с благодарностью отношусь к прошлому опыту благодаря которому я стал сегодня мудрее сильнее и так далее развиваюсь чтобы принять это истинно и весь весь этот опыт это было это мне судьбой было дано это для того чтобы я остался таким каким я сегодня со всеми хорошим и нехорошим я поднимаюсь и развиваюсь на процесс помню про эдинсона который тысячу раз находил как нельзя и запрести лампочку это вот тоже опыт и вы каждый раз когда у вас какие-то ошибки это тоже опыт позитивный который приближает вас к тому моменту счастья когда вы понимаете как нужно строить отношения чтобы счастливы верно можно сказать при этом 108 способом есть как строить отношения и только один из них как нужно строить отношения и я допустим сегодня только на 50 опыте и мне еще нужно 58 из которых может быть угадаю сразу на этот который счастливый а может и нет но чем больше я прорабатываю тех негативных опытов скажи что такое счастье это убытка сейчас это вот это уже очень значит я сейчас бьется на пункт закрыть попарать не видно да да закрыты от прошлых отношений этапы развития этапы развития этапы развития отношений да когда после закрыли мы прошлые отношения сейчас я еще не могу вспомнить я остался у меня с ним если я провал конкретный да что я говорю это этап развития отношений первое это закрыть предыдущие отношения чтобы показать закрыть попарать мы на этом сидим в принципе отлично да то есть мы понимаем что в общем то любая ситуация сегодня это не приближает меня к тому концу где я контакционно любящий способ своей жизни поэтому прошел опыт я смотрю это не негатив да очень важно закрыть правильно прошлый опыт если я с обидой буду относиться к прошлым отношениям но нет шансов новые отношения построить потому что всегда будет я когда да а куда я знаю отношения никакого гаража не попадешь скалку достаю поэтому очень важно принять прошлый опыт как позитивно как позитивно это еще один шаг к тому чтобы я стал совершен даже если он был негативный да я разошелся это не есть негатив он не был тем которым я хочу в конце концов найти как же эту лампочку все-таки должна светить а я понимаю что ей это еще один опыт который показан как не нужно строить отношения да когда я знаю как не нужно мне легче найти как нужно верно это тоже опыт абсолютно верно поэтому я на любой опыт смотрю на позитивный опыт жизни данного того чтобы получил это опыт и вот самое важное чтобы на прошлое отношения мы принимали с благодарность и вот это очень важно пока я не приму прошлое отношения благодарность у меня нет шансов новых отношений вычислить я всегда буду якоря просто вспоминать прошлый опыт а у вас как а юар аж я знаю чем закончил никакой гараж не пойдешь если идет все развод прямо сейчас я знаю что там было это очень важно обнулить свои прошлые отношения обнулить это понять благодарностью и видеть на только хорошие следующий этап что мы после этого делаем этап начинаем после того когда мы обнулили это называю обнуление мы с минусов когда наносим просто обиды и просто отношения это минусак мы выходим на ноль что такое на ноль это значит закрыть этот багаж распросятся поблагодарить очень важное пока вы не вугадите прошлое отношения у вас нет шанса достать часть новое отношение с чистого листа кого отзывается то есть науча знать нет шанса вообще я всегда буду знать прошлое вот вот номер один причем начать новые отношения распрощайтесь пожалуйста экологично с прошлыми отношениями поблагодарите и и примите это как урок который еще один дает вам возможно длиться к той истины которые ищете следующее после того когда я распрощался я обмылится сам в нуля затем не нужно наполнить себя необходимыми качествами для того чтобы я трактор я должен иметь там определенные двигатели определенные способности пугает на прочих я должен соответствии своим классом кто я шудра вайша брамин шатри я должен иметь определенные качества которые позволят мне выполнять свои функции как мужа жена соответственно я смотрю какие качества тоже я владеть в соответствии своим классом кто я мудрец я рабочий я торговец ли я зависит от этого у меня есть лица качеств которыми я должен овладеть минимальный минимально то же самое для женщины то же самое для мужчины не важно мужчина-женщина то же самое вайша шудра аксюме шудра вайша кшатри и брамин рабочий торговец управленец и ученый мудрец по самому классу убираем так чтобы вы наполняете тем не выходим меня в качестве которую я тоже веса при своим классом следующее я должен изучить своего партнера я должен учить свою партнеры какими качествами какими качествами обладать вообще партнер женщина ну допустим женщины мужчины то есть что такое вообще тот объезд который не обзавить отношения я хочу быть поваром и мне нужно пользоваться комбайном не нужно знать как управлять я изучаю своего партнера что такое мужчина или женщина я обычно меньше что такое женщина объект которым я буду всемодействовать вам залез мультипункционный комбайн он может все нужно знать такую кнопку не нажать какое время верно врачу путёвку на бабу жена поле но блин не почитала как надо ее захотеть а как же она выдала вот эту путёвочку и с радостью она может так со скрипом дальше то сломается конечно чтобы с радостью давал и один раз я только читаю как же мне управлять этим мультипункционным комбайном который делаете ну и мужчина соответственно как мне сделать так чтобы жена была не то что мне надо я должен ее изучить мы должны изучить партнера и партнера на примет того что ему нужно для его счастья я забочусь это я делаю течественное я могу полагать что я тоже буду счастлив в качестве благодарна обмен энергии следующее когда мы изучили партнера на теперь нужно изучить взаимоотношения мы знаем что такое комбайн много пульса и когда все дает что же хочет теперь нужно учиться как не управлять какие кнопки нажима и так я стал сама достаточно я избавился от прошлого прошлого нет теперь я сам наполняя свой сосуд теме качества которые я должна иметь согласно вы вот так что я шудра вальша правильный шаг на серна это минимальный набор минимальный того самый минимальный который мне нужен для джор начать поход с этим наваряст не нужно чтобы ли ботинки и рюкзак и и что-то покушать минимум все остальное уже походу по ним развивать уже процента бесконечный не должны пока протестом установа потом я живу пока жениться было верно и вот этот минимальный набор который я себе создал развил и потом я еще соответственно такого же партнера с таким же минимальным набором или душно вот она вот все там ведь 10 позиция не только 3 на должен равномерно надо жить балансе если я я торговец не могу рассчитывать что я королева возьму правильно по своему классу окей мы развили себе эти качества я развился я изучил что такое партнер я изучаю теперь взаимоотношения взаимоотношения и после этого я начинаю я могу выйти на рынок предложение холостяков вот я такой красивый хороший и начинаем с чего сам первое мы как можно больше мы знакомиться можно больше сколько как можно больше столько сколько я потяну за определенный период времени я цена воды у меня время будет полгода или год если дают и то что на 10 партнер для отношений если это сколько времени часу я могу тратить в день там неделю чтобы вот пообщаться с выбрать себе 10 человек например а потом из этих десяти это знакомство полу статусом интереса а затем из этих десяти это дачу выбрать три хотя бы с которым я буду брать лучшего на предмет того с кем же я буду вступать в эксклюзивные отношения лица не стесняйтесь друзья иметь выбор лист выбора вы находитесь на этапе когда выбора вы должны это сделать это нормально если вы бежите пьер попавшимся берете автоматически научились пальто взяла примеры девушка летит на юг и это единосрочное платье она забегает первый попавший в магазин берет тоже попала неважно сколько заплатила короче платят аналог и сижу такая лечу я все я на фурор то все выдумывали дура отчеты это получили план это дело там же только магазина была а а цена борьбе цартура заплатила служить и качество там же наверно было попова лучше в жизни торса будет то же самое так или нет получили взял есть варианты поэтому позвольте себе выбирать что ограничивает нас процесса выбора время который муха себе отвели для того чтобы создать семейное отношение верно и не стесняйтесь выбирать и позвольте вашему потенциально партнеров тоже выбирать будьте счастливы что он выбирает сейчас когда вы еще к нему не привязались когда чего вы ничем не завязано вас не будет и нет семьи чем он захочет выбирать потом когда вы уже женитесь еще будут дети верно до шкура давит шкурное свойство собственное число блин чё ты идешь туда тысячи меня малыши до переступите через это позвольте вашему партнеру выбрать лучше быть одному лучшего одному из миллиона чем 1 2 так или нет до его давит жаба блин она еще с кем-то отличается там слушай вот вижу пошла пошла не давите себя позвольте сейчас не сознательно выбрать ему сознательно выбрать вас если это не вы будете порадуйте стоит а сейчас что у вас нет уже детей нету совместных обязанностей финансовых что сейчас и понял что он понял что это не будет ваш партнер ждет вас он есть пространстве вам нужно его найти и вы его найдете когда вы откроете себя для этого состояния поэтому ваша всегда будет у вас в природе нет такого то это не на природу птички животные у каждого находится свой партнер так или нет они не печалятся что у них не будет партнера друзья так или нет а почему как вы думаете потому что они живут у пти у животных нет у животных нету возможности выбора да они жут в программе мы выбираем на поскольку наш выбор и правильно построен мы выбираем то что можно когда это выбираем по уму на последнем спектр для научитесь пожалуйста по сердцу по сердцу по сердцу на сердце это научить соединиться душа когда мы делаем выбор по сердцу это я желаю друзья научитесь выбирать пожалуйста и партнера по сердцам но будет так это вот там свежний намасте больше информации на нашем сайте канал беда дом на telegram все выкладывали и ютюб каналом беда дом я нашему общению немножко вышла цветнота друзья вы увидели что я сегодня был в обладательном цветноте и этот процесс немножко я вышел из него но сегодня было необычное соперение у меня я знаю что это что-то позволяет выйти на новый уровень я желаю что вы каждый день осознавали где вы находите что вы делаете и что вы хотите в этой жизни будьте осознанными вашей жизни в ваших руках вы можете я знаю вы можете жизнь прекрасная и замечательная давайте пополам все пожалуйста спасибо 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 ну сейчас бы только не применим мы им создать эту руку и мы пойдем ом потом пожелаем всем счастья любви счастья любви ай донится ай донится ай 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 ай